Это новости на канале ВКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Во время Мундиаля запрещено завышать цены на отели. Роспотребнадзор открывает горячую линию по гостиничному обслуживанию. Поймать преступников помогли кадры с камер видеонаблюдения. Раскрыт грабеж в Комсомольском сквере. Главная безопасность. В Сочи проверили места для крещенских купаний. В Сочи открылась школа халического плавания. Тренеры будут учить всех желающих плавать правильно и с пользой для здоровья. Но даже современная техника порой неэффективна, если, например, нет нормальных дорог, чтобы добраться до пациента. С такими проблемами часто встречаются жители пригорода Краснодара. После вручения ключей от школьных автобусов и машин скорой помощи, Вениамин Кондратьев отправился в поселок Знаменский. Там он оценил состояние улиц и социальной инфраструктуры. Об итогах поездки наши краснодарские коллеги. От земель Института животноводства до пригорода краевой столицы. За 49 лет поселок Знаменский превратился в густонаселенный район Краснодара. Здесь живут примерно 8 тысяч человек. Именно восточная зона – та территория, за счет которой собирается прирастать город. Как раз в этом направлении формируется краснодарская агломерация. Сегодня вместе с местными жителями и мэром губернатор края проехал по улицам поселка. Уже сейчас необходимо грамотно распланировать всю инфраструктуру, чтобы избежать проблем, которые есть в так называемых старых микрорайонах. Люди не молодеют, молодежь взрослеет, а пожить хочется. У нас никогда народ ничего сверхъестественного не просит. Вот сколько ежу по людям, не просит. Он просит нормальных, человеческих условий. Давайте дадим народу то, что он заслужил. Коллеги, это зависит от глав муниципальных образований. В данном случае я от вас, от вас. Потому что других сегодня глав муниципальных образований нет. И губернатора сегодня нет. На нас с вами это ответственность. Дадим или не дадим. Или опять обманем в очередной раз. Я не хочу обманывать. И вас, коллеги, призываю не обманывать. Поэтому мне дадим также стратегию развития поселка Знаменский с датами, с периодами, с промежутками. Но раз уже назовете временные сроки, будьте добры выполнять. Стандартный набор для комфортной жизни. Школа, детские сады, спортивные площадки. Все это появится в Знаменском, пообещал мэр Краснодара. Земельные участки уже найдены и переведены в муниципальную собственность. При этом социальные объекты начнут строить раньше или одновременно, но никак не позже многоквартирных домов. Это должно стать правилом для каждого застройщика, обратил внимание бизнесменов глава региона. «290 тысяч метров. Здесь по проекту предложение 9 тысяч на оселение, одна школа на 1100 и два детских садов». «Коллеги, вот таких компромиссов быть не может только из расчета. Вот сколько вы планируете там квадратных метров ввести, вы прекрасно понимаете, какой расчет, сколько нужно школ. Одна – значит одна, две – значит две. По-другому быть не может. Или тогда количество квадратных метров уменьшаете, или количество школ увеличиваете. Все. Другого-другого здесь подхода не будет». Социальная ответственность бизнеса должна быть не только рекламным ходом, а желанием самих предпринимателей, говорит Вениамин Кондратьев. А тем, кто не может выполнить даже свои непосредственные обязанности, речь в частности о водоотведении в поселке Знаменский, Вениамин Кондратьев дал последнее предупреждение. Пока два предприятия спорят друг с другом, у жителей происходит перебой в работе канализации. «Или вы ее решать будете, или будут решать ее другие. Вот и все. Но как уже эту проблему, раз уже я здесь, и мы здесь, то так уже ее не оставим. Я вам гарантирую, и это однозначно. Вот ваше решение, если оно есть. Если нет, то, допустим, дадим там 10 дней на проработку решения, и дальше или сможете, или не сможете. Но я должен понимать четко и понятно, что проблема с водой будет решена. Ну, и с канализацией в том числе. Проблема с водой на сегодняшний день у нас решается. То есть мы бесперебойно подаем воду в поселок Знаменский. По счастью, водоотведение, водоканал с февраля месяца не оплачивает нам за транспортировку источных людей. Нет, коллеги, ну вы можете сколько угодно судиться. Ну, люди-то здесь при чем. На встрече с жителями нашли решение одной из самых острых проблем поселка. В Знаменском без газа остаются около 400 домов. Люди отапливаются электричеством и даже дровами. Директор Краснодар Горгазов в присутствии губернатора пообещал, что всю необходимую инфраструктуру сделают в течение трех лет. В пригороде займутся и обустройством дорог. В этом году капитально отремонтируют центральную улицу, обновят проезжую части тротуары. Однако не только этот поселок, но и весь остальной пригород Краснодара должен выйти из тени. И Новознаменский, и Знаменский – это только часть, маленькая часть того пригорода, который нуждается в вашем внимании. Ревизию однозначно нужно сделать всему, всему этому хозяйству. Должны пройти вот такие же встречи со всеми жителями пригородных всех поселков. Вот должен быть алгоритм конкретных действий власти по тем же тротуарам, поликлиникам, школам, детским садам, скеймерам. И они должны понимать хотя бы с месяцем плюс-минус, когда что-то у них начнет появляться. И как показывает практика, после подобных встреч с людьми проблемы решаются гораздо быстрее. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар. Краснодарский край признан одним из наименее криминогенных регионов страны. Итоги работы кубанской полиции за 2017 год сегодня подвели в Краснодаре. Правоохранителям удалось значительно сократить количество преступлений. Кроме того, на протяжении всего года стражи порядка обеспечивали безопасность жителей и гостей региона во время проведения массовых мероприятий. Таких, как Гран-при «Формулы-1», Всемирный фестиваль молодежи, футбольные матчи Кубка конфедерации. Оценку деятельности сотрудникам кубанской полиции уже дали на федеральном уровне. Наблюдается уменьшение числа зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. В результате уровень преступности в Краснодарском крае ниже, чем в среднем по Южному федеральному округу и России. В целом отмечается высокий уровень доверия гражданам к органам внутренних дел Краснодарского края. И высокая оценка вашей деятельности по защите общественных интересов. И это данные никаких там гажерливудных организаций в ВСУ России. Всего за год полицейские края раскрыли больше 33 тысяч преступлений. Пресекли 10 попыток контрабандного ввоза наркотиков. Изъяли из оборота 51 килограмм опасных веществ. Усилили работу и в борьбе с нелегальным алкоголем. Сегодня для региона это задача стратегической важности, отметил губернатор Вениамин Кондратьев. В 2017-м из-за отравления суррогатом погибли больше 200 человек. Особое внимание. Нами было уделено пресечению закона оборота алкогольной продукции. Выявлено около 300 преступлений в данной сфере. В том числе 45 тяжких составов. Из оборота изъято более полутора миллионов литров алкогольной продукции. Сумма наложенных штрафов превысила 13 миллионов рублей. Поручаю руководителям заинтересованных подразделений, главному управлению и начальникам территориальных органов не снижать эффективность деятельности в данном направлении. Вот контрафакт, фальсификат, он будет с большим сегодня отрывом от других регионов именно пробиваться в наш край, потому что рынок сбыта очень высокий для них. Очень высокий. Я еще раз подчеркиваю, что одних жителей 5,5 миллионов это официально. Они официально все 6,5 миллионов и плюс 16 миллионов туристов, которые сюда к нам приезжают. Зачистка рынка от контрафактного алкоголя для Краснодарского края, для региона винодельческого – это задача стратегическая. Стратегическая, хотя бы для того, чтобы защитить наших сегодня производителей вина от этой недобросовестной конкуренции, которая не просто еще недобросовестная конкуренция, но и убивает жителей нашего края. Среди приоритетных направлений борьба с коррупцией полицейские выявили около 400 экономических преступлений. Особое внимание Вениамин Кондратьев просит обратить и на правонарушения в строительной сфере. В первую очередь речь идет о застройщиках, которые не выполняют свои обязательства перед дольщиками. Ведь действия некоторых из них можно расценивать как мошенничество. Например, деньги будущих жильцов с объекта они выводят раньше, чем достраивают дом. Они должны четко понимать недобросовестные застройщики, о неотвратимости наказания. И однозначно неотвратимость наказания за их недобросовестные действия, повлекшие обманутых дольщиков, должна наступать. И наступать однозначно. И здесь уже ваша позиция должна быть непримиримой и неподкупной. Это тоже основные требования того, чтобы мы сохраняли вот тут стабильность в регионе и уважение к вам, которое сегодня на самом деле растет. Это действительно круглосуточный, тяжелый труд, и труд без выходных. И я думаю, что здесь все это понимают. Но все равно, как бы ни было сложно, я еще раз прошу относиться к чужой беде, как к своей беде. И к просьбе о помощи любого человека относиться как к просьбе ближнего. Мы считаем, что охрана правопорядка должна быть делом всенародным. И в этой связи радует, что постоянная практика стояла взаимодействие органов Министерства внутренних дел и органов территориального общественного самоуправления. В наибольшей мере сотрудничают с органами территориального общественного самоуправления участковые и уполномоченные, те, кто находится на переднем крае защиты общественного порядка, кто разбирает, может быть, не самые тяжкие, но самые многочисленные правонарушения бытового порядка. Лучших полицейских на коллегии отметили медалями и наградами. А за образцовое выполнение задачи, добросовестное несение службы Вениамин Кондратьев вручил сотрудникам ведомства благодарности. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». 55-летнюю жительницу Сочи сегодня сняли с самолета в Симферополе. Женщина оскорбляла пассажиров и членов экипажа рейса «Сочи-Симферополь». Возмутительница спокойствия задержана. На нее составили административный протокол за хулиганство. А вот поймать преступников в самом Сочи помогли кадры с камер видеонаблюдения. Сотрудниками уголовного розыска раскрыт грабеж. Момент совершения преступления на этих кадрах с камеры видеонаблюдения. Вечер – Комсомольский сквер. На женщину нападает молодой человек и пытается отнять сумку. Пострадавшая падает, но сумку из рук не отпускает. Мужчина убегает, но тут же появляется второй злоумышленник, который доводит задуманное до конца и скрывается. 59-летняя Сочинка обратилась в полицию. В сумке находились вещи и деньги. На сумму более 15 тысяч рублей. Преступники были быстро задержаны. Ими оказались жители Абхазии. В Сочи когда приехали? В Сочи. С какой целью? Дыхание. Наркотиками употребляете? Нет. Вину признаете? Да. В настоящее время подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», совершенной группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, вполне возможно, что задержанные могут быть причастны и к другим подобным преступлениям. Мы просим всех, кто пострадал от данных граждан, из-за меня сообщить в полицию по телефону 02. Теперь грабителям грозит до 7 лет лишения свободы. Роспотребнадзор с 22 января откроет горячую линию по вопросу гостиничного обслуживания в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на сайте ведомства. Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны – Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Правительство установило предельную стоимость гостиничного обслуживания в этих городах. Правило начинает действовать за месяц до первого матча чемпионата и заканчивается через месяц после даты финала, то есть в период с 14 мая по 15 августа. Завышение регулируемых государством цен является административным правонарушением, говорится в сообщении Роспотребнадзора. Завышать цены нельзя и при бронировании. Кроме того, с 22 января Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей открывает всероссийскую горячую линию по данному вопросу, которая будет работать вплоть до окончания проведения чемпионата мира по футболу. В Сочи стартовала городская научно-практическая конференция «Первые шаги в науку». На этот раз в конкурсе участвуют 350 работ, в которых ребята делают свои открытия в области техники, физики и живой среды обитания. Оказались среди юных исследователей и кулибины, которые собрали необходимые приборы для доказательства своих гипотез. С ними пообщалась Инга Габешия. Чтобы наглядно поведать членам жюри о передаче тока без проводов на расстоянии, 9-летний Никита собрал трансформер Тесла, или, как его еще называют, качер Бровина. Прибор демонстрирует таинственные свойства, которые восходят к исследованиям изобретателя электротехники Николы Тесла. Они не вписываются ни в одну из современных теорий электромагнетизма, рассказывает Никита. В целом же качер Бровина представляет собой полупроводниковый разрядник, в котором разряд электрического тока проходит в кристаллической основе транзистора, минуя стадию образования электрической дуги. Замечательный свойство качер Бровина заключается в том, что для получения эффекта катушки Тесла не нужен высоковольный стойничек питания, а достаточно обычный на стволе постоянного тока. Лампочка горит, лампочка не горит. Почему это происходит? Потому что, когда мы ведем рукой по лампочке, мы забираем энергию катушки качер Бровина. И поэтому лампочка пристает светиться. А когда мы обратно ведем, то наоборот, она начинает светиться опять, потому что мы отдаем обратную энергию. Сестры Козловы подготовили доклад о бактериях. Сознанием дела рассуждали о бациллюс субтилисе. Чтобы углубиться в изучаемую тему, школьницы даже побывали в одной из городских лабораторий и пообщались с врачом-бактериологом. Убедить в том жюри, что мы без бактерий просто не сможем жить. Потому что некоторые люди хотят, наоборот, избавиться от них всех. Этого делать нельзя. Да, даже, например, если кишечная палочка, она у нас живет и есть. Есть. Но если она попадет к нам в кань кожи, то она уже будет патогена для нас. Патогена – это плохая. А вот первоклассница Даша сегодня доказывала, что Сочи был дыном древнего океана Титис. Свои предположения она подтверждала предметно. У Даши целая коллекция необычных камней. Юный исследователь утверждает, следы древнего моря кроются в горах Сочи. Камень вот этот. Потому что это застывшая лава. И особенно вот это с кальцитами. И с окаменелостями. Потому что же все морские животные были под водой. Количество участников и уровень их подготовки не могут не радовать, отмечают бессменный организатор конференции. Все 18 лет первые шаги в науку проводит Центр творческого развития и гуманитарного образования Сочи. Многие сейчас ребята, которые начинали путь вот такими маленькими исследователями, действительно уже продолжают работу уже в научно-исследовательских центрах, которые и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Да, вот у нас есть многие ребята, которые уже и за границу уехали уже в научные центры. То есть, по сути дела, вот с этого и начинается некий творческий путь юного исследователя, который превращается в большую дорогу исследовательской работы. Как показывает практика, благодаря таким увлечениям в мире появляются самые нужные изобретения, которые рождаются в головах детей. Одно из последних – принтер по Брайлю. Смастерил его 12-летний мальчик, который поделился идеей со всем миром. Ну а сочинские исследователи с самыми интересными проектами примут участие в региональной конференции, которая также состоится в Сочи в апреле. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В ближайшие сутки в Сочи ожидается усиление ветра, местами порывы до 18 метров в секунду. Но крещенских морозов не будет. Тем не менее, на курорте подготовили 10 мест для крещенских купаний. 19 января православные верующие по традиции окунаются в освященную воду. Во всех районах города для крещенских купаний подготовят специальные места. На них будут дежурить бригады скорой помощи, спасатели и казаки. Так, например, к традиции можно будет приобщиться на пляже Маяк, пляже Санатория Кристалл, на корытах – это река Западный Догомыс, на пляже Ривьера, реке Псизуапсе, на пляже поселка Головинка, на реке в районе Катковой щели. Собственники пляжей должны быть бдительными в этот день и организовать на берегу работу спасателей и фельдшеров. Утром 18 и 19 января во всех храмах города Сочи будут проведены службы, по окончании которых будет проведен чин водосвятия. Ну и каждое из десяти запланированных в Сочи мест для крещенских купаний сегодня продолжают проверять на предмет безопасности. Одна из таких проверок сегодня прошла в Красной Поляне. Здесь вот в такой искусственной заводе уже сконструировали деревянную купель в форме креста. Для спасателей и медиков, которые сегодня и завтра будут дежурить у специально оборудованных водоемов, еще раз проводят инструктаж. К ним во время массовых крещенских купаний присоединится полиция и казаки, будут охранять общественный порядок. В Управлении гражданской обороны еще раз напомнили, что места для купаний должны быть оборудованы раздевалками и пунктами обогрева, а также о мерах собственной безопасности. В воду нельзя заходить в алкогольном опьянении или имея хронические заболевания. Волнение на море тоже повод задуматься. По прогнозу у нас сегодня 3-4 балла возможен шторм, поэтому без особой необходимости, думаю, что не стоит рисковать своей жизнью. Повторяю, что можно и лицо умыть, и руки умыть. Без крайней необходимости, конечно, при шторме желательно не купаться в море. Массовые купания запланированы на сегодняшнюю ночь и завтрашнее утро. А вот спасатели, которые в это время будут на дежурстве, окунулись в ледяную воду уже сегодня. Сегодня в ледовом дворце спорта «Айсберг» открылись сразу два турнира первенства Краснодарского края и открытые краевые соревнования по фигурному катанию. Елена Овсецина узнала, кому дали право первым выйти на лед. Самый настоящий олимпийский лед передает участникам, а сегодня выступают самые юные, больше сил и уверенности. В Сочи приехали фигуристки из Краснодарского края и других городов юга России. Они представляют Ставрополь, Краснодар, Ростов, Армамир, Ейск, Горячий Ключ и даже Станицы, Северскую и Кущевскую. Очень маленькие, им чуть больше шести. Все, кто первыми, выходили сегодня на лед. Но со взрослыми мечтами о будущем. Хочу стать тренером по фигурному катанию. Ей понравилось. Вот как-то она сразу поняла, что это ее. Пробовали в гимнастику, не пошло. Вот встала и сказала, буду кататься. И вот как-то до сих пор. Знаете, мы стали меньше болеть на самом деле. Лед поправил нам здоровье. Вероника Таранова осенью подтверждала свой спортивный норматив в Армавире теперь в Сочи. В общем, по элементам я считаю, что она справилась. Она молодец. Для нее это хороший, неплохой результат. А дальше, конечно, будем работать, чтобы улучшать тоже скольжение, навыки. В Ледовом дворце Айсберг, Центра спортивной подготовки Югспорт, большинство из юных спортсменов выступают впервые. На этот раз важно подтвердить второй и третий юношеский разряд. А уже у фигуристов в старшей группе отборно-зональные соревнования Южного федерального округа, которые будут также проходить в Сочи в начале февраля и первенство России. Судистская коллега довольно представительная. Все почти у нас находятся в списках российских по суде. Есть российская категория, первая категория, вторая категория. Соревнования продлятся до 20 января. Вход для тех, кто хочет поддержать начинающих фигуристов, свободный. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Первый международный боксерский форум пройдет в Сочи с 1 по 4 февраля. Впервые в истории мирового бокса состоится совместная дискуссия руководителей всех ведущих боксерских организаций, а также олимпийских чемпионов, чемпионов мира, промоутеров, менеджеров и боксерских функционеров. В мероприятии примут участие более 130 стран. Церемония торжественного открытия форума состоится 1 февраля в Ледовом дворце Большой. В программе вечера будет представлена история бокса «От рождения до современности». Состоится парад олимпийских чемпионов, церемония награждения премии «Легенда бокса». В рамках форума состоятся также публичные слушания, судейские семинары, выступления ведущих промоутеров, менеджеров и руководителей организации олимпийского и профессионального бокса о презентации «Круглые столы». Запланированы мастер-классы от ведущих боксеров и социальная акция. Кульминацией первого международного боксерского форума станет вечер бокса 3 февраля. В первом тяжелом весе в полуфинале всемирной боксерской суперсерии встретятся россиянин Мурат Гасиев и кубинец юниор Дортикас. В шоу также выступят ведущие российские боксеры, экс-чемпион мира Федор Чудинов, обладатель поясов WBA и WBC Миша Алоян, Ваге Саруханян, Максим Власов, Роман Андреев и другие. В Сочи открылась школа халлического плавания. Кстати, первая в России. Теперь в Санатории Знания специально обученные тренеры будут учить всех желающих плавать правильно и с пользой для здоровья. Мало просто уметь держаться на воде, мало уметь хорошо плавать. Самое главное – делать это осознанно. В этом и есть главный смысл халлического плавания. Метод основала мастер спорта Ольга Максимова, основываясь на 26-летнем опыте тренерской работы со спортсменами в Уфе и инвалидами военного госпиталя в Киеве. Сейчас в Санатории Знания именно здесь базируется первая в России школа халлического плавания. Для всех желающих проводятся бесплатные ознакомительные тренировки. Здесь специально обученные инструкторы рассказывают, как правильно дышать и двигаться в воде. Не просто так, а с пользой для здоровья. Можно сказать, что халлическое плавание – это осознанное плавание, это исцеляющее плавание именно тогда, когда человек может собрать себя воедино. И тело, и дух свой, и тело мысли. Халлическое плавание, говорят авторы методики, позволяет настроить механизмы самовосстановления организма. Ведь правильная техника плавания влияет не только на физическое состояние тела, но и на сознание человека. Когда вы занимаетесь нашими халлическими тренерами, мы как раз и запускаем механизмы самовосстановления, самоисцеления, самоздоровления организма, которые по природе встроены. И неважно, в каком сейчас вы находитесь возрасте. Халлическое плавание рекомендуется в качестве профилактики целого ряда заболеваний, а также как эффективный инструмент реабилитации и совершенствования. Кстати, эффект чувствуется уже после первого занятия. Я совершенно плавал неправильно. Сегодня мне раскрыли глаза, как можно правильно дышать. Я так поняла, что я скоро совсем естественно, как рыба в воде, начну плавать. Почувствовала как бы слияние с водой, со стихией. Ознакомительные бесплатные групповые тренировки, записаться на которые можно через медцентр санатория знания, будут проходить весь январь. Доступны и персональные занятия. Такие дают больше эффект, ведь каждый человек уникален. Ну и на сегодня это все новости. Их вы уже можете найти на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.